Угол тот же самый, те же самые 100 градусов, только уравнение не такое, а угол АОС полтора раза больше, чем угол ВОС. А все остальное то же самое. То есть по-прежнему эти самые 100 градусов, все-все-все то же самое, требуется опять узнать, что же это за возможности. И опять есть два случая. Опять либо угол ВОС внутри, либо угол ВОС снаружи. Хорошо. Ну вообще. Задачу можно решать с любым числом. Способ решения, то есть ответ будет отличаться, а способ решения будет такой же. В книжке написано угол АОС в полтора раза больше угла ВОС. То есть в книжке написано так, давайте решать как в книжке. Хотя на самом деле можно было здесь поставить какое число и решение будет такое же. Это 40 и 60. Ответ 40 и 60. Это хорошо. 60 в полтора раза больше, чем 40. Замечательно. Но ответ неверен. Ответ неверен по той же причине. То есть вы указали один из двух ответов. Да? 270 и 90. 270 и 90. Стоп, а они что, отвечают в полтора раза 270 и 90? Ну что, подобного? 156 и 104. Ух ты. 156. Это надо проверять. Это полтора раза умножить на 104. Давайте подумаем. Половинка от 104 это 52. Да, вы правы. Так, теперь как искать, что надо было сделать для того, чтобы... Можно, конечно, подбирать кто-то из вас... Ну вот это, наверное, можно было просто платформом так сообразить, да? А вот до этого труднее догадаться. Как на самом деле надо было решать? Как надо было создать сравнение, чтобы у нас все получилось? Да? Еще у нас 10 лет. 4,3,10 и 3. О! Молодец! Молодец! На самом деле это действительно хорошая идея. Ребята, почему, если нам можно указывать лучи во внешней области, почему мы не можем взять и считать, что несколько раз, что называется, понимаете ли, да? То есть считать, что здесь угол не 100, а здесь угол аж 460. Действительно. Действительно, в принципе, так можно. Но давайте мы все-таки не будем этим заниматься. Все-таки давайте ограничимся двумя ответами. Нет, мне интересно и другое. Как догадаться до этих двух ответов? Да? Надо число, которое до 360 разделить его на 2. Почему на 2? Ну, а именно что было? Если у нас в полтора раза... Нет, еще раз. Посмотрите. Нам нужно, чтобы одна величина была в полтора раза больше другой. Да? Нам в сторону или на 2, и до того быть здесь... Почему? По фонду сети. Вот эта задача полностью завершена, и, что называется, никаких сетей у нас уже нет. Это другая задача. Нет, что-то вы не то говорите. Да? У нас в полтора раза. Да. Значит, это один с половиной. Да. Полтора это один с половиной. Это бесспорно. Еле у него пополам. Число 100, вообще-то. Ну, число 100. Да. Еле у него пополам. Зачем? Почему именно пополам? Ну, а потом уже пополам это одну половину. Не понимаю. Получается, что это... Как разбить число 100 на два слагаемых, одно из которых в полтора раза больше другого? Как это положено делать в форму? В сравнении с 3 старифов БОЦ плюс БОЦ равно что? О, молодец. Только, конечно, не обязательно было так же, если написать БОЦ. Хотя, ладно, раз вы сказали, я так не пишу. Значит, смотрите. Пишем вот так вот. АОЦ плюс БОЦ это 100 градусов. А теперь вот из этой формулы вместо АОЦ пишем 3 вторых угла БОЦ плюс тот самый угол БОЦ, да? Это 100 градусов. Отлично. 2,5 и 2,5. Совершенно верно, 2,5. 3 вторых и единица, вроде отец пишу, 3 вторых и единица это действительно 2,5. Хотите, пишите 5,5, хотите, 2,5, это не важно. Важно, что у вас получилось такое уравнение. 2,5 умножить на величину угла БОЦ это 100 градусов. И что дальше делаем? Умножаем на 2. Получается, что уметеренный угол это 200 градусов. А если уметеренный это 200, то сам угол? 200 разделить на 5. 200 разделить на 5 это 40. В этом уголе есть 40. Увидели? Отлично. Так, а как получить вторую строчку? Надо вместо числа 100 что угол написать? 260. Сколько? 260. 260, совершенно верно. 260 градусов. 260 градусов. На 2 умножаем, 260 на 2. 520. 520. 520 разделить на 5. 104. 104 это как раз и есть металитация. Все понятно? 104 это и есть металитация. 520 разделить на 5. Молодцы.